Вы смотрите программу события в студии Евгения Долгих. Здравствуйте. Самара готовится к переменам. Сити-менеджер назначит после того, как окончательно примут новый устав города. Проект документа рассмотрели депутаты Гордумы на заседании комитета по местному самоуправлению. Согласно закону, главой города будет являться председатель городской думы, который выбирается из числа депутатов. Глава администрации города, он же сити-менеджер, назначается конкурсной комиссией, которая наполовину состоит из депутатов Гордумы и наполовину из членов областного правительства. С ним заключается контракт сроком не менее чем на два года. Отчитываться о своей работе он будет перед Городской думой. В структуре управления городским округом произошли изменения, которые инициировала губернская дума. И, в общем-то, мы привели в соответствие устав города с этим законом. Приводим в соответствие, потому что окончательно надо будет привести в соответствие после публичных слушаний. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав пройдут в здании Гордумы 6 ноября в 10.00. До конца октября жители смогут вносить и свои предложения, отправляя их на адрес Городской думы. Руководителем Департамента благоустройства и экологии Самары назначен Вячеслав Коновалов. Ранее он работал в администрации железнодорожного района. В ноябре 2010 года был назначен заместителем главы администрации Кировского района с октября 2012-го и до последнего времени занимал должность заместителя главы города и главы администрации Красноглинского района. Прошел весь путь, на мой взгляд, в нашей администрации, начиная от рядовых сотрудников администрации района, заканчивая в последней должности глава района. Поэтому о том, что такое благоустройство, знает не понаслышке. И дворы, и уборка мусора, и уборка дорог, все это хорошо ему знакомо. Поэтому пожелаем ему качественной, хорошей работы и дальнейших успехов. Вопросы благоустройства теперь будут решаться комплексно. В Самаре приняли новую муниципальную программу по улучшению санитарного и эстетического состояния города, рассчитанную на 5 лет. Таким образом, содержание дорог и тротуаров, благоустройство районов города, установка малых архитектурных форм будут финансироваться за счет средств одной целевой программы. Отдельным пунктом в программе станет контроль над численностью безнадзорных животных. Программа призвана решить одну из актуальных на сегодняшний день проблем – нехватку общественных туалетов, запланировано как строительство стационарных уборных, так и размещение в общественных местах модулей павильонов. Кроме того, особое внимание уделят содержанию благоустройства площади Куйбышева, где проходит большинство массовых праздников. По предварительным подсчетам, за 5 лет на реализацию программы потребуется около 7,5 миллиардов рублей. Создание программы обусловлено необходимостью выработки комплексного системного решения вопроса в сфере благоустройства, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения городского округа. Цель программы – это обеспечение организации благоустройства на территории городского округа Самара. А вот ульяновский спуск уже значительно преобразился. В этом году городская администрация на средства из областного бюджета провела ремонтные работы. У причала появилось новое асфальтовое покрытие, зона отдыха, выложенная плиткой, современные парковочные места. Новые бордюры больше не позволят автомобилистам заезжать на пешеходную часть, но этого больше не потребуется, мест для стоянки станет больше. Работы по благоустройству ульяновского спуска продолжатся и весной. Сейчас мы газоны разобьем, тротуары, разметку все сделаем, бордюры, то весной будет второй этап, связан с озеленением вот этой вот стенки ГРЭС, благородит вид. Соответственно, Самарский пивозавод, видя все это, тоже изъявил желание привести в порядок свои стены, за что им также отдельное спасибо. Большие перемены произошли и на самарском рынке наружной рекламы. Каждую неделю с улиц горды сейчас убирают порядка 60-70 незаконных счетов, а до конца года предстоит демонтировать около 650 нелегальных рекламных конструкций. Их владельцы в самое ближайшее время получат иски с требованием возместить администрации убытки за проведенные работы. В то же время успешно проводятся аукционы на право установки и размещения рекламных конструкций согласно принятой схеме. Торги проходят как на уровне города, так и области. И уже сегодня можно сказать, что консолидированный бюджет региона получится рекламщиков более 1 миллиарда рублей. Кроме того, владельцы законных рекламных конструкций теперь будут платить налоги в течение пяти лет, а это не менее 100 миллионов рублей в год. По итогам аукционов Самара показала один из лучших результатов в стране. Заявки на участие в последних в этом году торгах на право размещения афишных стендов принимаются до 20 октября. Цена лотов при этом не очень высокая. То есть каждый год стоит порядка 18 миллионов рублей по начальной цене. Поэтому мы рассчитываем, что будет очень серьезный интерес у игроков рекламного рынка, как действующих, так может быть и тех, которые только хотят войти в этот бизнес и освоить его. Потому что потенциально он принесет очень серьезные доходы. Ежегодная плата за содержание этих афиш тоже невелика. Не более 20 тысяч рублей за одну конструкцию. Это дополнительно должно привлечь игроков рекламного рынка к участию в аукционе. На этом торги завершатся. До конца года будут проданы права на все рекламные конструкции, внесенные в ранее утвержденную схему. В следующем году рекламные агентства смогут на законных основаниях сдавать их в аренду. Вносить изменения в схему размещения конструкций не планируется. С 13 до 20 миллиардов рублей пополнилась в этом году городская казна. Большая часть налоговое поступление, причем преимущественно налог на доходы физлиц. На втором месте пополнение из вышестоящих бюджетов. Итоги исполнения главного финансового документа города за первое полугодие подвели на Комитете по бюджету и налогам Самарской думы. Больше всего расходов пошло на сферу образования, благоустройства и ЖКХ. Результаты исполнения бюджета за первое полугодие, они, в общем-то, как и планировалось и соответствуют, будем говорить, тем тенденциям, которые происходили в этом году. Но есть полная уверенность, что бюджет по доходной части 2014 года будет исполнен. Благоприятными последствиями для плодовых хозяйств Самарской области обернулась торговая эмбарго на товары из ЕС. Крупные сетевые магазины, такие как Ашан, Магнит и Метро, заключили с местными производителями соглашение. Чтобы самарские товары пользовались спросом и были конкурентоспособны, в регионе уже несколько лет модернизируют агропромышленный комплекс. Инвестиции идут в первую очередь на оборудование, технику и помещение. К примеру, сейчас Самарская губерния – единственный регион в ПФО, который увеличил поголовье коров. Остальные пока только снижают. Лидирует Самарской область и по производству молока. Второе место в округе. Однако и мясом, и молоком полностью область себя не обеспечивает. Чуть меньше половины этой продукции – привозное. В основном российского производства импортные продукты составляют незначительную долю. Полностью губерния обеспечивает себя картофелями и овощами. В торгово-промышленной палате Самарской области обсудили сложившуюся экономическую ситуацию и выработали предложение, как использовать обстоятельства в свою пользу. Переходный период, сложный путь, который нам выпал в сегодняшнее экономическое состояние, которое дает нам возможность как раз сделать ревок и сделать шаг вперед. И это все зависит от нас. Более 98% жилых домов в Самаре подключены к теплу. Остальные пока без отопления из-за аварий на трубопроводах, которые планируется устранить до конца этой недели. Также отопление дали во всех школах города и почти во всех учреждениях социальной сферы. С 8 октября работает горячая линия в департаменте ЖКХ, куда можно обратиться со всеми вопросами. Звонки принимают круглосуточно по телефону 266 56 17. Сейчас все коммунальные службы переходят на зимний режим работы. Наладить оперативные взаимодействия должны до конца недели. Переходим на зимний режим работы, соответственно, и в оперативных сводках во всем. То есть включаем и сведения о температуре теплоисточника. И, ну, в принципе, вообще зимний режим начинается у нас. Давайте отработаем на этой неделе все взаимодействия. В 70-летний юбилей Великой Победы на всех административных зданиях Самары будет развиваться Красное Знамя. Точная копия легендарного Знамени Победы. Эту инициативу поддержали депутаты Городской Думы на Комитете по местному самоуправлению. Решение носит рекомендательный характер, и положение никак не касается простых граждан. Любой гражданин может сделать это. И, понятное дело, никто никогда не запретит выразить свое отношение к тому великому празднику, который, в общем-то, относится 9 мая. Или любое событие, связанное с этим, с Великой Отечественной войной. Меньше стало зарегистрировано убийств, уличных грабежей. Краш, что особенно отрадно, краш автомашин, потому что данная проблема была очень больной для города Самары. На сегодняшний момент мы добились устойчивого снижения количества зарегистрированных преступлений. Вместе с тем наблюдается у нас улучшение количества общей раскрываемости преступлений. На фоне данного отчета самарские полицейские отмечают 96-ю годовщину со дня образования кадровой службы.